Продал мотоцикл и забыл? А вот налоговая не забыла. Всем привет, с вами Фотарманов и сегодня налоговый ликбез. До 2022 года при продаже мотоцикла необходимо было подавать декларацию, даже если вы продали его дешевле, чем купили. К счастью, с 2022 года произошло ряд изменений в налоговом законодательстве и необходимость направления нулевых декларации отпала. Однако, если вы продали свое транспортное средство, автомобиль или мотоцикл, который был у вас в собственности менее трех лет, но дороже, чем 250 тысяч рублей, платить налог и подавать декларацию придется. Также есть нюанс, если вы продали несколько транспортных средств на общую сумму больше 250 тысяч рублей, будет необходимо подавать декларацию и платить налог. Декларацию заполнить и подать очень просто, если у вас есть личный кабинет налогоплательщика и электронная подпись. Кстати, за неподачу декларации вас могут оштрафовать аж на 1000 рублей. Как считаем налог? Например, вы купили баджаж доминар за 300 тысяч рублей 2 года назад, а продали за 330 тысяч. Соответственно, у вас есть прибыль, с которой вы должны заплатить налог. Государство у нас все-таки социальное, поэтому предоставляет вам два способа уменьшить сумму налога. Так, первый – это применить налоговый вычет в сумме 250 тысяч рублей и уменьшить налогооблагаемую базу. Соответственно, из 330 тысяч вы вычитаете 250 тысяч и с оставшейся части платите налог. Либо применить уменьшение налогооблагаемой базы на сумму документально подтвержденных расходов, то есть на сумму покупки. Мы берем ДКП, соответственно, если ваш доминар стоил 300 тысяч рублей, вы из 330 тысяч вы читаете 300 тысяч и с 30 тысяч платите налог. И да, конечно же, есть сотни историй, когда я все продал и мне ничего не было, но это, как говорится, не ваша заслуга, а просто недоработка налоговых органов. Кстати, кому интересно, во сколько мне обошлось содержание нового индуса и бэушного японца, и сравнение этих расходов, видео есть на канале, ссылочка будет в углу экрана. Ну а теперь, как заполнять декларацию. Итак, идем в личный кабинет и идем на вкладку «Доходы и вычеты». Жмякаем «Заявить доход» и выбираем «Подать декларацию 3 НДФЛ». Выбирайте там «Заполнить декларацию онлайн». Год, соответствующий, за который вы подаете, налоговая сама подставится. Жмете «Далее». Дальше выбираете кнопку «Добавить источник дохода». Жмякаете на него. Допустим, вы продали мотоцикл физическому лицу, выбираете физическое лицо. Пишите его фамилиями отчества и спускаетесь ниже. Дальше выбираем код вида дохода. Наш код вида дохода 1521 доходы от продажи транспортных средств. В поле «Сумма дохода» вводите сумму продажи своего транспортного средства, а в поле «Предоставить налоговый вычет» выбираете код 903 или 906, в зависимости от того, что вам будет более выгодно. За 330 тысяч вы продали свой баджаж доминар, а купили его за 300 тысяч, то вот вам сайт сам посчитал сумму налога. Если же вы выбираете налоговый вычет, код 906, то вот он, налог увеличивается до 10400 рублей. Жмякаем «Далее». Если вы больше ничего не заявляете, то этот раздел просто пропускаем. Переплаты тоже пропускаем. И на завершающем этапе, перед тем, как все это отправлять, мы должны прицепить сюда копии документов, в нашем случае скана ДКПшек. Надеюсь, вы знаете, как прицеплять сканы. И еще один момент. Здесь у вас должна быть оформлена электронная подпись для подписания этой декларации. По-другому она у вас не уйдет. Как видите, ничего сложного. Электронная подпись, кстати, тоже оформляется, не отходя от экрана. Ну и давайте подытожим еще раз. Если вы в прошлом 2021 году продали автомобиль или мотоцикл, который был у вас в собственности менее трех лет дешевле, чем 250 тысяч рублей, то в этом 2022 году никаких деклараций вам подавать не надо. Если продали дороже, чем 250 тысяч рублей, то тогда уж извольте платить налог и подавать декларацию. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным. С вами был Фот Романов. Спасибо, что смотрите. Делитесь своими историями, как вы хакнули налоговую систему в комментариях. Подписывайтесь на канал. Всем пока.